Здарова, Катяны, с вами Ктархонт, это партия за Польшу. Ну и сегодня мы с вами сыграем не за секретный путь монархии и не за коммунистов, за которых у нас уже была партия, а пойдем по пути Гагенцолернов. Запросим поддержку у Румынии и объединимся в одну единую страну. Сделаем между моря, но не в виде альянса, а в виде единой страны, которая от моря до моря протянется и попытается выставить против немцев и советов. То есть мы с вами и заценим новый путь, точнее новую подведку, а также попытаемся выставить против двух великих держав, ну и немного навести шороху на Балканах. По сравнению с другими направлениями выглядит слабее, связанное с тем, что мы, во-первых, не идем в Прибалтику, мы не займем ни Латвию, ни Литву, ни Эстонию, не воссоздадим тем самым польско-литовскуню, хотя с другой стороны в обмен мы получим Румынию, потом сможем получить Словакию и сможем еще и над Венгрией контроль взять. То есть звучит тоже неплохо, но мы не узнаем, чего мы добьемся, пока не пройдем этот путь. Так что давайте начинаем собрать регенский совет. Я буду двигаться по этому пути как-то 5 ноября, вылавливать потом генцолернов, и нам еще надо будет не забыть с вами разобраться с крестьянским восстанием. Для этого надо будет 4-летний план взять, улучшить сеть железных дорог и потом аграрную реформу провести. Не забывайте об этом, если будете сами играть за Польшу, а то можете так схлопотать проблем, которые вам скорее всего не нужны. Думаю, идея данного ролика всем понятна, так что усаживайтесь поудобнее, накладывайте себе покушать, либо попить что-нибудь наливайте, и приятного просмотра, погружаемся в партию. Самым первым и важным изменением станет то, что мы превратились в королевство Польши. У нас теперь официально будет король, которого мы с вами скоро выберем, выполнив условия акта 5 ноября. Ну и конечно же не забывайте, что за Польшу все так же можно Войта к власти привести, Медведя. Я делал ачивку на этом еще давно, когда нового древа не было, но сути это не меняет, и в нынешних реалиях вы можете его также сделать главой Польши. Ну а мы сами теперь будем дожидаться нового монарха, а пока все это идет, начинаем 4-летний план. Первым кандидатом здесь Фридрих Кристиан, который нам позволит пойти по пути претензий на унию. Он, конечно, близок к нашему направлению, но нету. У нас есть другая кандидатура, потому что этот путь подразумевает просто объединение с Литвой, создание единого польско-литовского королевства, дальнейшее продвижение в Прибалтику, и потом воссоздание Большой Литвы. Что-то схожее мы с вами выполняли, когда шли по этому мини-секретному направлению. Ну а сейчас нам нужно просто дождаться гигинцоллернов, которые вроде бы то ли следующими, то ли через один ивент должны появиться. Следующие кандидаты это Гамсбурги. Нам нужно что-то другое, хотя путь Гамсбургов я советую вам заценить, это тоже интересное дело. Если у вас такая возможность будет, вы неплохо так разовьетесь, заимеете союзы и станете грозной силой. Я не помню, делал ли я ролик, но вроде бы я его записывал, не знаю только единственное, выложил или нет. Можете поискать на канале, по крайней мере я делал совместку с Исклым там, но вот вопрос, дошла ли она до монтажа. Может быть сделаю в будущем, если сейчас нет, путь тоже заманчивый. И когда мы в совместке играли, было весело. Да, вот он, третий кандидат, румынский кронпринц Михай. Объединить наше правление? Да чудесная же идея, он присоединяется к государству королевства Польша. Партия с идеологией интернет будет называться Дом Гогенцоллернов-Зигмарингенов. Выполняем. Наш новый лидер, Михай Первый. У нас официально теперь завершен фокус, но еще не все закончилось. Пока Румыния к нам относится стандартно, нейтрально. Так что нам с вами сейчас нужно будет пойти в восстановление королевского сейма и потом запросить внутреннюю поддержку у Румынии. Также вооружить бойцов-монархистов. И потом, выполнив ряд условий, в одной из которых, например, 80 единиц поддержки монархии, мы сможем сделать переворот короля Михая и объединиться с Румынией. Начинаем с восстановления королевского сейма. На время, пока на крестьянское восстание можно забить. У нас еще 180 дней есть. Потом при взятии последнего фокуса нам 70 дней добавят. Так что проблем никаких не будет. Вдобавок, вы можете тоже не торопиться. Если вам не жалко стоп-политической власти, то можете во Львово загнать дивизии и 100 дней себе добавить. Потом также еще один регион и еще один. То есть несколько раз здесь вроде можно поражать и поуспокаивать восставших. В ноябре 36-го года запросили внутреннюю поддержку Румынии. Мы теперь можем пропагандировать монархические настроения, тратить сюда кучу политки. При том, когда добьемся определенного уровня поддержки, мы сможем инвестировать и вооружением, и фабриками. Но, как видите, чуть выше 48 дней до крестьянского восстания. Так что давайте-ка в аграрную реформу. А пока понемножечку начнем поднимать влияние монархистов в Румынии. Вооружение бойцов-монархистов я открыл, и теперь мы можем тысячу пехотки тратить и 15 поддержки сразу же получать. Неплохо, мы тут и инвестициями, и вооружением бойцов, и влиянием на лояльность румынских генералов поднимаем поддержку монархии. 8 мая 37-го года. Берем, наконец-таки, фокус 70 дней. И если Румыния соглашается, то у нас личный союз в рамках государства-королевства Польши будет. То есть они станут уникальным вассалом, которого в будущем мы следующим же фокусом просто спокойно присоединяем, получая все земли национальными. Как по мне, очень быстро, за 140 дней ты получаешь и власть над страной, и все ее земли национальными. Это удобно. Все-таки мы и промку Румынии получим, и все ее ресурсы. Ну и, наконец-то, станем реальным между морем. Ну а сила претензий у нас стопроцентная. Выше ее добивать все равно смысла нет, поэтому не будем эти решения прожимать, тратить свою политку, тратить свои ресурсы. Будем просто ждать конца ивента. Остается здесь два дня. Давайте вместе с вами дождемся этого момента. И да, все же они не просто так согласились. Здесь небольшое восстание демократов. Они в Мунте смогли сохранить свой контроль. Но здесь проблема в том, что по дивизиям ноль. У Румынии, которая до сих пор остается верна себе, и демократами остались. И все войска находятся как раз у той страны, которая в будущем станет нашим вассалом. При стопроцентной поддержке, как по мне, нет шансов того, что ваша страна не выиграет. Ну и мы это с вами сейчас вполне себе наблюдаем. Единственный вопрос. Они, скорее всего, за те дни, которые есть, не одержат победу. Или же, может быть, успеют. Давайте дождемся. Столицу надо взять. Ну все. Они теперь официально стали нашим вассалом. Временное Польско-Румынское королевство. Это у нас уникальный личный союз. Смысла его надолго оставлять нет, потому что он нам не дает никакой промки, как видите. Да, удобно торговать. Да, можно на этой территории строить. Но больше ничего. Притом самостоятельно присидеть нельзя. Так что давайте сразу же устроить слияние внутренних правительств. Чтобы мы с вами могли воспользоваться всей промышленностью своего нового вассала. Ну а после этого сможем уже уйти дальше. В усиление диктатуры нашего короля. Сделаем его королевским диктатором. Надавить потом на Словакию сможем. И восстановить польско-венгерское государство. Надавить на Словакию вообще будет без проблем. 500 тысяч солдат надо. Вроде бы у нас даже не хватит, если мы всех солдат используем. Но нам скоро войска Румыния добавятся. И лимит как раз будет. Было бы неплохо, если бы Чехословакия отказалась. И нам бы пришлось просто воевать с ней. Тогда мы бы смогли еще и Богемию под свой контроль урвать. Но мне кажется она согласится. Хотя, кто знает, скоро мы с вами это проверим. И вот сентябрь 37-го. А мы с вами объединяемся и формируем новую страну. Польско-румынское королевство. У нас с вами новый цвет. Мы с вами, смотрите, как от моря до моря теперь. Ну и промышленность подросла. 33 фабрики, 24 военных завода, 2 верфи теперь. Сейчас чуть время обновиться. У нас эти земли должны еще стать национальными. И у нас рекрута с вами побольше должно стать. Они вроде бы как не сразу же прилетят к нам. А чуть попозже, потому что 120 тысяч так и осталось. Как вы понимаете, маловато. Но зато армия в 600 с лишним тысяч. У нас флаг из 4 гербов разных стран. Ну и да. Нам теперь, конечно, можно в гибкую внешнюю политику уйти. И подружиться с союзниками. И объединиться с ними. Но зачем нам какие-то союзники, когда мы можем получить Словакию и Венгрию? Поэтому давайте установить диктатуру короля. Получим неплохие бонусы на правителя. А потом пройдемся по захватническим фокусам. И уже после этого примемся за укрепление нашей промышленности. Понимаю, конечно, что чем позже мы ее начнем укреплять, тем хуже мы в итоге подойдем к 39 году. Но все-таки хочется сейчас как можно больше земель взаиметь. А потом уже будем думать обо всем остальном. Кстати, вот как по мне странно, что после объединения с Румынией нам не дали и командующих. Я понимаю, что хотя бы не всех, но часть. У нас также осталось два фельмаршала. При этом все те же самые генералы. То есть нам никого нового здесь не закинули. Это немного грустно. Я все-таки надеюсь, что нам тут дадут генералов. Новых, опытных. Но нет, придется использовать тех, которые у нас изначально и были. Ладно, чего грустить. Итак, с вами справимся. Ну что ж, у нас тут несколько дней. До требования Словакии. Немец делает аншлюз. По-моему, Чехословакия сейчас должна догадываться, что что-то будет плохо и с ней. Ну и давайте смотрим. О, Чешская Республика соглашается. Я тоже не могу поверить, что это сработало. Я все-таки надеюсь, что они откажутся и нам придется напасть на них. Но они мирно отдали территории. Не, конечно, это в плюс. Спору нет. Но если бы мы могли забрать все, было бы приятнее. Но ладно, как есть. По поводу восстановления польско-венгерского государства. Нам надо с вами побольше войск. Это делается простой. Добавкой пехоты. Нынешнему шаблону. Немножко подождем с вами. И у меня, правда, вопрос. Успеем ли мы до того момента, когда все это понадобится. А, 49? Чуть-чуть. У нас отняли людских ресурсов сейчас, чтобы поддерживать эти регионы. Ну, это, конечно, обидно. С Венгрией прям сразу же не получится законтачиться. Хотя я тут сменил шаблон на гарнизон. И теперь у меня 752 тысячи. 7 дней прошло. Не, ну тогда сама судьба двинуться дальше и попросить контроль над Венгрией. Разницы здесь особо нет. Когда мы ее получим при любом из раскладов, она все равно станет нашим личным союзом. И она просто будет развиваться под нашим контролем, не имея возможности уйти в другие альянсы. Плохо, конечно, что в будущем ее никак нельзя присоединить. Она просто грузом будет над нами висеть. Но уж лучше так, чем они уйдут к немцам. Хотя, опять же, если бы они отказались, было бы даже лучше. При таком раскладе мы сможем спокойно захватить их землю. Но если уж нам Чехословакия отдала Словакию, то что-то я сомневаюсь, что Венгрия не согласится отдать землю. Несколько дней остается, и мы с вами узнаем ответ от Венгрии в апреле 38-го года. Венгрия уступает. Они теперь являются нашим вассалом. Правда, у них есть поддержка фашизма, но фашизм у них резко уменьшился. Притом они теперь не могут получить новые национальные территории. Хотя им и не нужно это получать. Это уже мои земли. Поэтому пускай она спокойненько раскачивается лучше в промышленность под нашим контролем. Единственный, кстати, вот сейчас вопрос, ну не то что вопрос, а минус, наверное, страны, то что мы нейтралы, а будучи нейтралами мы не можем пойти, например, в захваты. То есть сейчас небольшая напряга в мире, можно было бы вполне себе неплохо на Югославию сходить, на Болгарию, подмять, например, Литву, Латвию. Никто это как бы не запрещает. Мы можем, у нас есть войска. Но чисто по механикам игры мы не можем сейчас уйти в другую партию. У нас банально советников даже на это нет. И до напряги в 50% мы тоже не можем ничего оправдывать. А напряга 50% будет уже тогда, когда немец у нас пойдет. Так что сейчас у нас остается только одно дело. Укреплять свою промышленность, укреплять армию и готовиться к великой битве. Я пока не особо представляю, как нам и против немца, так еще и против советов бодаться, потому что советы тоже захотят эти земли. И у них есть где пройти. Будем пытаться как-то выкручиваться. Ну, спасибо Чехословакии распадается. И за Ользья наша, которая и так является нашим. Единственный плюс, что нам тут корку на него дадут. Я ведь надеюсь дадут. Вот, да. Это единственный плюс. А так, мы и так его уже раньше получали. Поэтому особой дележки-то с немцами мы здесь уже не сделали. Но неприятно, что Чехословакия уже мается, уже мается. А мы с вами даже не можем у нее ничего забрать. Чехословакии больше нет. И британцы такие гарантировать нам независимость. Ну, спасибо. Хотя бы вместе с союзниками в скором времени будем. А так, у нас, кстати, хорошее дело в том, что укрепления от Чехословакии у нас здесь остались седьмого уровня. Нам только вот здесь вот надо будет немножко укрепить земля. И, конечно же, по основной линии фронта сейчас тоже нужно будет укрепление наделать. Благо, мы сейчас с вами возьмем план Запад. У нас скорость 30 укреплений подрастет. Вот, добавок к этому я Данцек в оборот беру. У нас уже на 82% здесь подчинения есть. Так что следующим же фокусом мы с вами сможем запретить там вражескую для нас с вами партию. Получить новый национальный регион. И потом интеграцию промышленности сделать. Хотя, может быть, сделаем это и попозже. Экономика по действиям эмбарги, конечно, неприятная вещь. Но и бонусов нам ее смены сильно не принесет. Май 39-го года. И вы видите обоснование цели против нас. А в скором времени немец пойдет к нам в гости. Мы к этому не особо готовы. Армия все в миллион двести. Кое-как укрепленные позиции. Но посмотрим, что нас с вами ждет. Самое важное, конечно же, выгнать их из Квенцберга. И после этого будет полегче. Но выйдет у нас это или же нет. Скоро узнаем. И вот 14 июня 1939 года. Данцек или война. Данцек останется к Даньскому. И никак иначе. Пускай там Италия улучшает отношения. Что-то пытается. Но мы будем стоять на своем. Пошла война. И нас, я так понимаю, скорее всего только и будут. Что бомбить поначалу. Не более. И вот мне всегда так нравится. Когда ты вступаешь в Альянс, все добровольные дивизии отлетают. У меня сейчас, конечно же, и фельдмаршал, получается, должен перебираться. И генерал, который был, ладно, поставим другого. Вернем все позиции. И вновь отправим их атаковать. В общем, сейчас нам с вами надо разобраться с этим блоком территорий. И потом, может быть, сдержим атаку немцев. Кто знает. Начинаем наступление. Притом такое неплохое. Думал, будет сложно. А нет. Пока здесь мы себя ощущаем хорошо. Можем идти вперед. Давай сдерживать, кстати, врага. Нам самое важное, как можно быстрее Кёнигсбергу пробиться. И даже, может быть, котел здесь можем организовать. На основном фронте пока никаких атак. Более того, мы можем сами контратаковать. Но я хочу все-таки завершить сначала дела здесь. А потом уже отвлекаться на другой фронт. И давай-ка в Кёнигсберг. Всеми силами. Нам надо выкинуть их отсюда. Хотя он укрепляется. Вот это, конечно, проблема. Потому что здесь снабжения нормального сейчас не будет. У нас связи нет. Узел есть, связи с узлом нет. Вот и живи, страдай. Ну ладно, мы все равно отсюда заходим понемножечку. Я думаю, сейчас пробьемся где-нибудь вот в этом участке. И дальше просто со всех сторон сможем окружить. И Кёнигсберг забрать. Кстати, да, ни одной атаки еще на основном фронте. Хотя я там настроил, но всего-навсего второго уровня крепления не так уж и страшно. Ну ладно, нашим же проще. Все, смотри, сейчас Кёнигсберг окружим со всех сторон. Часть дивизии, притом, закроем вражеских в мемеле. Отлично. Немец идет на Бенелюк, самый-таки. Ты, пожалуйста, что хочешь, то и твори. Нам не страшно. Вдобавок к этому серьезно. Он открывает возможность зайти. Давай, только, пожалуйста, не... Да, это называется у него осторожный план выполнения. Я тебя понял. Осторожно так, что осторожнее сложно найти. Давай тогда ручками пойдем. Раз он сам не может аккуратненько это делать... Пойдем понемножечку самостоятельно давить. Просто шансы есть. Укрепление здесь слабое. Но, как видите, он особо не торопится этого делать. Поэтому сейчас сами понемножечку зайдем и попытаемся сделать котлы. Это ведь хорошее дело. Ну а тут... Остается пробиться в мемель. Я надеюсь, мы с вами это сможем сделать. И тем самым избавиться от немцев в нашем Телуи. Да, смотрите-ка здесь какая красота. Я так понимаю, мы сейчас с минимальными потерями даже неплохо себя здесь будем ощущать сейчас. Давайте сюда. И стой, пожалуйста, стой. Ты куда идешь? Пытается меня здесь пробить. Ну, удачи тебе в этом деле. Все. Еще небольшой котелок на 7 дивизий. А здесь мы почти закрыли в мемеле их. Давай, прикрывай. И можем заценить сейчас потери, которые немец понес. 200 тысяч, кстати. Он потерял за этот короткий промежуток времени. Притом у него до сих пор 100 с небольшим дивизий. Так что мы сейчас можем так-то успешно его продавить. Я думаю, стоит сейчас начать массированную атаку, пока он отвлечен как раз здесь. Пускай с потерями, но мы пройдем вперед. Расширенный призыв на нашей стороне. Еще укрепить надо будет порты. И, наверное, мы держим вверх. Единственное, что на Болгарию надо посматривать. А то она может вступиться и все планы испортить. Начинаем небольшую атаку. Рискованную, я понимаю. Но нам же надо двигаться. Я, конечно, говорил не агрессивный план, но он меня, видимо, не особо-то слушает. Он решил, что, а, везде проатакуем, несмотря ни на какие проблемы. Видимо, придется отменять его сейчас и ручками пойти. Попытаюсь сейчас ручками дойти вот здесь вот до реки и, возможно, пробиться к Берлину. Потихонечку прорываемся на дворе с сентября 1939 года. С переменным успехом уже бежим к Берлину. Меня не очень радует, что здесь войска из-за якобы нехватки снабжения стоят и ничего не делают. Хотя снабжения достаточно. Просто они тут возникают немножко и тем самым, конечно, доставляют проблемы. Но ладно. Думаю, как-нибудь разберемся. И воу, вот это, кстати, самое приятное, что я только сейчас увидел. Они, наконец-таки, смогли здесь прорваться. Ну и да, бои за Берлин. Конечно, пока, понятное дело, нам не особо здесь много чего светит. Но давай, вынужденную оборону. Все, со всех сторон уже к Берлину подходим. Давай за него бои. Столицу надо все же взять. Думаю, для немца это будет такой существенный удар, которого он не ожидал, но получит. Все. Падение Берлина. 18 сентября 1939 года. Мы потеряли 145 тысяч солдат. Спору нет. Все-таки атаковали. Но и немец уже немного капитулировал. Вдобавок, этому Вену тоже с вами смогли забрать. Ну а теперь, конечно, было бы неплохо, если бы союзники здесь начали атаку. И если бы он пошел на Бенелюкс. Но пока он не торопится. Болгарию, если что, укрепил. А вот советы... Советы, конечно, в любой момент могут пойти и все испортить. Но против них у меня пока ничего нет. Может быть, мы сможем победить немцев. Но пока я в этом сомневаюсь. И в итоге я устал тут ручками руководить. И решил массированную атаку начать. Правда, проблема в том, что, опять же, он большей частью почему-то красные атаки ведет. И это на плане-то осторожным. Я, честно, не понимаю, как Ишка в этом действует вообще при такой системе. Но он как-то действует. Где-то как-то атакует. Где-то что-то пытается. Ну, в общем, поверим в него. Поверим в то, что он может. И будем делать котлы. Что нам еще остается? Потому что при таком раскладе вроде все равно местами где-то как-то он хоть что-то где-то делает. Поэтому дадим немцам небольшие шансы тем, что мы сами пойдем в атаку терять свои ресурсы. Может, он воспользуется этим делом. И сможет хоть какую-нибудь контратаку организовать. Понадеемся на это. Ну, а так, я понемножку вперед прибираюсь. Мы неплохо так здесь с Нижнюю Австрию под себя подмяли. Здесь тоже продвинулись. И, кстати, на основном фронте тоже идем вперед. Все же понемногу двигаем. На севере так-то неплохой прорывчик. Единственное, главное, чтобы нас сейчас тут не закрыли. А то, знаешь, как будет обидно. Мы прорвались, а нас в итоге в ответочку закроют. Будет печаль. Я, конечно, могу сейчас до Гамбурга быстро прорваться. Но я не хочу рисковать. Слишком сильно фронт расширять. Поэтому пока так потихонечку здесь пойдем. О, кстати, он выбил все-таки нашу дивизию. Молодец. Ховалю. Ну, а так мы на всем фронте понемножечку идем вперед. И приближаемся, я надеюсь, к победам. Вот здесь сейчас самое красивое. Мне бы удержать атаку. Я бы не против так-то пробиться в Гамбург. Шансы на это есть. Это что-то как я вижу. Его танки скорее меня пробьют, чем я пробьюсь. Ну, ладно. Здесь атака тоже немного захлебнулась. Здесь тоже. Хотя, подожди, захлебнулась. Посмотрите-ка сюда, что здесь можно организовать. Хотел бы сказать я, но как-то опять же управление меня не радует. Местами как будто бы дивизии просто двигаться не могут. Снабжения якобы им не хватает, да? Вот не поверю. Хватает вам снабжения? Однозначно хватает. Но что-то как-то они обманывают меня. Давай тогда внутрь. Пытаются меня сдержать, но не смогли. Мы сами продвинулись дальше. Давайте здесь на подкрепу дивизия. И нам бы сейчас вот здесь вот пробиться. И мы сможем сделать котел. Сможем? Сможем. Да. Еще один котелок готов. Неплохо так понемножечку продвигаемся. Мучаем немцев. Самое приятное, что здесь мы их закрыли как раз в территориях, где седьмой уровень укреплений. И лишь благодаря котлам мы можем их сейчас двигать и уничтожать. Немец местами пошел на нас сам в контратаке. Оно пускай немного потеряет свои силы. Наполовину он уже капитулировал. Мы отняли немалую часть промки. Единственное, что союзники за все это время вообще ничего путного не сделали. Британцы сидят на островах, французы так что-то веселятся. А мы тут в одиночку куем победу. Со всех сторон закрываем остаточки дивизий. Альберт, Атеркюхлер. Они сами не разобрались, кто же здесь все-таки в котел попал. Страдают. Мы их окончательно изничтожили. Отлично. У немцев потеря в 662 тысяча. Остается примерно 100 дивизий, которые было бы неплохо додавить. Видимо немец окончательно разочаровался в том, что он делает и решил массированную атаку на всем фронте на меня начать. Отличное дело, с учетом того, что я его сейчас могу спокойненько подловить на этих атаках и выбить из тех территорий, которых выбивать до этого было бы сложно. Я бы понес потери. А сейчас это легче легкого реализовать. Поэтому погнали. Будем веселиться. Будем контратаковать. И захватывать новые земли. Вперед! Массированная атака. Ура! Конечно, не так уж и много в этом радостного, с учетом того, что потери с нашей стороны тоже есть. Но без потерь, нет и победы, поэтому идем вперед. Добавок к этому у меня тут подготовлена небольшая армия с измененным шаблоном, которую мы выставим сейчас сюда и прикажем ей атаковать Бремен Ганновер. Если что, шаблоны я, кстати, вам так и не показал. Вот это вот стандартный шаблон, с которым у меня сейчас все войска. И также сейчас новые 24 дивизии. Вот с таким шаблоном, со средним танком. Один, который дает уже броню под 40 почти. Что я думаю будет неплохо. Ну и прорыв повышает до 105. Что так-то тоже рост почти в два раза. Поэтому воспользуемся и попытаемся сейчас прорваться. Давайте, кстати, заоценим мои дивизии. Да, враг их просто не может пробить. А, отлично. Так что даже более-менее сильные дивизии против нас со временем падут. В январе 40-го начинаем прорыв Гамбургу. О, мы, кстати, на тот берег даже смогли забраться. Прекрасная новость. Давайте сразу же сюда. Гамбург забираем. И делаем котел. Немец в итоге сейчас часть дивизий здесь потеряет. Притом, часть этих дивизий это танки. Которые явно могли бы им подсобить. Но наши войска вот с этим хорошим танковым шаблоном уверенно идут вперед. И я могу только порадоваться нашим успехом. Оставим его без выхода к воде. Тем самым после этого можно уже не оборонять порты. Освободить свои дивизии. Ну и просто его в круговую атаку потом взять. Он тут нас пытается атаковать. И где-то, скорее всего, да, сможет контратаковать и выбить. Но это не страшно. Все территории не так важны сейчас. Все. Он решился выхода к морю. А значит, вот эти вот войска, которые у него находятся здесь. Они без снабжения. А здесь, между прочим, две танковые дивизии. Которые на основном-то вроде хоть как-то, но могли ему подсобить. Но уже не сейчас. Уже не тут. Ибо он потерял север. Я так понимаю, еще немножко. И мы немцев сможем победить. Единственный вопрос. Когда вступают в советы. Их пока вроде нет. Но если они в скором времени вступятся, то нам недолго осталось. Продолжаем продвигаться уже просто с севера на юг. Делая при том котлы. Из танковых дивизий. Которых ему бы стоило посохраняться. Но ему, видимо, не важно. И так хорошо живется. И так нормально. Но мои дивизии, как всегда, продолжают страдать якобы от нехватки снабжения. С этим ничего не поделаешь. Они все страдают и страдают. И, кстати, вау. Вот это интересно. Он сейчас, скорее всего, сможет даже из котла выйти. А я такой радостный был. Котел сделал. А, нет. Не выбрался. Посмотрите в итоге на этих красивых немцев. Которые вот чуть-чуть бы додавить. Но на всем фронте они теперь оборону держат. Не дают нормально зайти. Очередное чудо немецкой науки оказалось в котле. Я не знаю, он раз за разом танки нам отставляет. А мы просто продолжаем идти. И несмотря на все его попытки нас задерживать. Давайте еще одну массированную атаку начнем. В апреле сорокового. Надо бы уже доводить до конца это противостояние. Пускай будут потери. Но все же с немцами надо заканчивать. А то так долго будем с ними играться. Притом сейчас мы уже сможем объединиться с французами. Что будет хорошим делом. А здесь скорее всего сможем даже котелок сделать. Если нам дадут, отлично. Уже бои за Франкфурт. Со всех сторон помогаем. О, кстати, пытается выйти. Постараюсь его сдержать. Успел. Все. Прекрасно. Нидерланды уступают. Великобритания. Они бы еще вступили сейчас в бой. Было бы вообще красиво. Но это слишком хорошая надежда. Здесь мы почти до Праги дошли. Тоже давим. Ну и один шажочек до того, чтобы с Францией стать соседями. 4 июня 40-го года. У немцев 13%. Мы уже стоим под Франкфуртом. В который бы только пробиться. Но, скорее всего, еще до Мюнхена придется идти. Это не очень-то хорошая новость. Штутгар тоже. Можно было бы взять в ближайшее время. Потому что француз уже стоял здесь. Но французы каким-то образом умудрились выбить. 8%. Да. Кёльн. Штутгарт. Нужен однозначно. Но вроде как с Франкфурта нам дают возможность идти дальше. Здесь француз вон осмелел немножко. И такой типа. Вау. Можно даже атаку попытаться проделать. Ну да. Француз, прикинь. Можно еще и поатаковать. И это даже может выйти успешно. Мы же с вами продолжаем идти понемножку вперед. Я здесь рискованный, конечно, прорыв делаю. Но надо бы его реализовать. Несмотря на все жертвы, которые могут быть. И мне больше всего радует, что они до сих пор пытаются прорваться в Кёльн. Раз за разом атакуя здесь. Смысла в этом нет, ребятки. Уже можете стоять спокойно и не пытаться. Кёльну все равно сейчас через реку не прожмете. А вот тут вот ситуация интересная. Вроде как дают прорваться. Но опять же укрепляют очень сильно. Давай, вперед, вперед. Я верю в вашу победу. Мы должны добраться до победных территорий. Здесь мы почти отжали Прагу. Это, кстати, хорошее дело. Потому что у них тут теперь нормального снабжения вообще в этом регионе нет. Там даже укрепы в скором времени их не помогут. И что, серьезно? Войска стоят такие типа. Не, не хотим заходить. А, мы же тоже их тут отрезали. Все. У них теперь нигде нормального снабжения нет. Штутгарт теперь можем пробить. Единственное, что Штутгарт он будет укреплять. А мне сюда явно побольше бы войск нужно. Так что давайте с разных сторон теперь сюда подходить. И вроде как у меня есть шансы успеть. И победить до того, как на нас советы пойдут. Они пока не рыпались. Надеюсь, что и подождут чуть-чуть. Пока я тут с немцами окончательно разберусь. Благо мне осталось чуть-чуть. Пять процентов. А, Советский Союз требует. Знаешь, если так подумать, восточные территории неприятны, конечно. Там промышленность есть. Я не спорю. Но сейчас советами воевать. Мирно проститься с восточными землями. Да, я понимаю, что это не очень хорошо. Но национальные территории у нас здесь остались. Советами у нас сейчас мир. Поэтому мы спокойненько разберемся сейчас с немцами. А потом посмотрим на советов. Мы потеряли там буквально несколько военных заводов и все. Знаете, обмен не страшный. Главное, что мы сейчас себя спокойно ощущаем. И можем двигаться дальше. Спокойно разобраться с немцами. А потом прийти на восточные земли. Северный блок, кстати, тоже у них теперь без защиты. Ну, северо-западный. Так уж его назовем. Страдает. Снабжения нет. Мы сейчас и Кёльн сможем пробить. Еще победные территории здесь получить. И да, у немца остается 4%. Ну все, это взять Штутгарт. Давайте. Все, Штутгарт взяли. И немец. 19-20. Отлично. 13 июля 40-го года. Польско-румынское королевство. Спокойненько капитулировало немцев. Теперь нам остается просто разобраться с Италией. И это будет победа, где у нас вклад, между прочим, 60% почти. Ведем наши войска на фронт с Италией. Которая, кстати, воу-воу. Уже смогла выставить войска. Ну, здесь я буду себя вести агрессивно. Нам бояться Италию вообще не стоит. Притом одна из армий, которая нападает, это элитная танковая. Кстати, вопрос. Танков у меня 1200. Я, пожалуй, другую армию также могу переделать. Да, как раз достаточно ресурсов. Давайте, чтобы они вместе здесь спокойно пошли вперед. Сейчас нам надо как можно больше вклада набить на оставшейся Италии. И, кстати, по потерям 900 тысяч. Это несмотря на то, что мы вынужденные атаки на немцев делали. Они и то больше потеряли, чем мы. Хорошее достижение для Польши. К августу 40-го года мы уже, смотри, разорвали итальянцев на два фланга. Притом меня радует, что на фронте с Францией Италия вообще себя плохо ощущает. Она даже ни французов не атакует, ни земли нормально не обороняет. Мы сейчас спокойно Турин забираем. Ну и все. Можно сказать, что Италия здесь без снабжения. А тут мы продолжаем. Давайте-ка вперед просто. Пробежечку небольшую устроим. До Рима, до Неаполя. Я думаю, наши войска с этим справятся. И получается, по мирному соглашению мы сможем сами наделать немало марионеток. Я надеюсь, успеем и немцев заиметь, и итальянцев. Единственный минус в том, что нам нет смысла от территории немцев. У нас нет претензий на них по сравнению с некоторыми другими направлениями. Так что много немецких территорий мы не заберем. Но хотя бы часть будет наша. И серьезно, одна дивизия так глубоко прорвалась. Посмотрите просто. А! Глубоко прорвалась. У меня тут почему-то большая часть войск решила здесь добивать. Я понял. Развлекаются прям как могут. Большая часть-то добивает там дивизии, вместо того, чтобы Италию окончательно капитулировать. Хотя меня больше радуют вот эти четыре дивизии, которые просто целенаправленно идут к Неаполю. И они идут. Их никто не останавливает. Они уже бои за Неаполь. Начали и просто идут, 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 все хорошо. О! Кстати, еще столько процентов, а. Италия, видимо, будет до конца. Надеюсь, Палермо скорее всего придется забирать. Или может быть хватит этих территорий. Хотя, подожди. Да, хватит. 20-20. Сейчас еще просто обычную территорию несколько штучек отобрать. И будет победа. В итоге в сентябре 40-го года мы с вами разгромили союзников. У нас 1600 очков почти. На 1000 больше, чем у британцев. Так что сейчас порадуемся красивому миру. Хотел бы сказать я, но мне не дают делать марионеток. Серьезно. А, точно. Я же выходит как бы демократ. Я же с ними в альянте. Поэтому я не могу сделать нормальных вассалов. Да, новость, конечно, наипрекраснейшая. Ну, ладно. Значит, будем кушать. Раз не другого выбора. Ну, в общем, союзники, как всегда, в своем репертуаре. Они-то вассалов делать могут. В то время как я не могу. В итоге они сделали здесь очень красивую Германию. Ну, спора вообще нет. Еще и красивую Италию умудрились делать в центре Ну а я остальное все успел подсобирать под себя Так что часть промышленности я все-таки оставил Хотя самое неприятное это Ливия Потому что здесь есть свободная Ливия Они ее выделили свободной Но не дали мне ее замарионетить в будущем Я надеюсь, что успею забрать и сделать марионеток Но нет Единственное, что я сейчас смогу, это Албанию выделить Вассалом, кстати, хорошее дело Правда, мне интересно, она как нормальный вассал будет? Да, она хоть хотя бы нормальным вассалом стала Единственная радость для нас с вами Восстановили Албанию Ну и получается вот она Победа Польши в сентябре 40-го года Так-то у нас хорошая промышленная база Притом есть рекорды Призыв можно поднять И вполне себе сейчас вдарить по тем же самым французам Британцам Забрать наконец-таки здесь Германию И почистить всю Европу Мы останемся на время в союзниках Если мы отношения сейчас лучше Мы даже гарантировать независимость британцам, между прочим, можем Такие вот мы сильные Сильнее британцев и французов И спокойно пойти, например, Советы впилить Но это уже планы на будущее Самое сложное мы преодолели Мы воссоздали Польско-Румынское Королевство Смогли высадить против немцев И даже победить их Ну а с Советами мы просто обменяли земли Которые в любой момент можно обратно забрать Это не такая уж и большая проблема Надеюсь, вам была интересна эта серия Если так, то поддержите ее своими лайками и комментами И до скорых встреч в новых видео